О, Галина, а ты когда-нибудь видела, как кукушка несет яйца? Никогда? Значит, кукушка действительно не несет яиц. Как тогда на свет появляются кукушеты? Ты бы знала, если бы читала агробиологию. Смотри, есть такая маленькая птичка, пеночка. Пеночка несет яйца, выкармливает птенцов, а один из них, ну, который получает больше всего червяков, превращается в кукушонка. Тебе что-нибудь говорит слово «эволюция»? Прежде чем мы перейдем к кукушатам и пеночкам, давайте разберемся, что же такое лженауки. На протяжении всей истории наука идет с ними рука об руку. Но в отличие от научных теорий, лженаучные только имитируют научные исследования и основываются на недоказанных или опровергнутых наукой фактах. Не все, что нельзя проверить научно, является лженаукой. Скажем, дипломная работа с фактическими ошибками – это не лженаука, а просто плохо выполненное исследование. Марафоны желаний, опирающиеся на чувственный опыт тех, кто их покупает, тоже не лженаука, пока, конечно, они не претендуют на научный метод. Лженауки маскируются под настоящей наукой и, как правило, возникают в тех областях знания, где много белых пятен. Казалось бы, довольно много подсказок, но отличить одно от другого бывает действительно очень сложно. И самое страшное, когда одно принимается за другое. Как часто нас пытаются убедить в каком-то бреде, ссылаясь на научные теории? Нам кажется, будь человечество более образовано или эрудировано, у нас было бы меньше верующих в плоскую землю и рептилоидов. Вот только в истории бывали случаи, когда ни образованность, ни эрудированность не защищали нас от лженаучных теорий. Мы будем говорить о времени в истории нашей страны, когда научные знания проверяли на соответствие идеологии, а ученые напрямую подчинялись власти. Тогда науки легко объявляли лженауками и наоборот. Расскажем, как жилось ученым с лжеучеными в СССР и начнем с биологов и агробиологов. Кто был Сталином в биологии и самое главное, когда закончилось его правление. Обо всем этом в нашем сегодняшнем выпуске. Меня зовут Ксюша Приходько, это редакция «Наука». Погнали! До того, как в СССР вошла в моду физика, долгое время в трендах держалась биология. Политики рассуждали, как новый советский человек должен переделать собственную природу. Писатели сочиняли книги об экспериментах над людьми и животными, а все советские люди активно интересовались биологией. К середине 20 века в СССР было издано полмиллиона экземпляров книг Дарвина, столько же физиолога Павлова, два миллиона книг знаменитого селекционера Мичурина. Такие тиражи не снились современным писателям. А теперь представьте, даже если сложить эти огромные цифры и удвоить, они не побьют рекорд самого издаваемого в то время биолога. Семь с половиной миллионов книг. И это тираж одного Трофима Лысенко. Возможно, вы не слышали это имя наряду с Дарвином или Мичуриным. Все это потому, что Лысенко вошел в историю как автор «Лженауки» — Мичуринской агробиологии. Ущерб от его деятельности обошелся намного дороже, чем издание 7,5 миллионов книг. За 30 лет монополизации биологии и 20 лет практики вегетативной гибридизации агробиология не просто не принесла никаких научных результатов, она привела к колоссальным убыткам. В стране, где миллионы людей умирали от голода, он внедрял методы, которые усугубляли нехватку продовольствия и увеличивали смертность. История признания агробиологии доказывает, что мешать науку с идеологией опасно для жизни. Насильственное распространение методов Лысенко принесло науке и всему сельскому хозяйству Советского Союза ущерб, исчисляемый миллионами жизней и миллиардами рублей. Но это еще не все. За время Лысенковщины десятки ученых лишились работы. Сотни оказались за решетками и в психиатрических больницах. Некоторые были приговорены к смертной казни и даже умерли в ссылках. В университетах и школах были внедрены тезисы лжебиологии. Поколения школьников и студентов воспитывались на основе цитат Лысенко из популярных журналов. Все это привело к откату отечественной генетики, развалу селекционной работы, кризису специалистов и минимальным подсчетам на 50 лет. Как это обычно бывает, биография Лысенко не предвещала ничего лженаучного. Он учился в сельскохозяйственном институте Киева и специализировался на исследованиях того, как зимние пониженные температуры влияют на развитие растений. Тогда было известно, что одни растения можно сеять весной, и они быстро принесут урожай. Такие сорта еще называют яровыми. А другие лучше сеять осенью, потому что для созревания им нужна перезимовка. Их называют азимами. Лысенко предложил вымачивать и охлаждать семена азимых сортов, чтобы не ждать зимы и быстрее добиваться урожая. То есть превращать азимые сорта в яровые. Подобную технологию тогда изучали во многих странах. Лысенко назвал ее яровизацией, и так она закрепилась за его именем. А он получил первое признание. На молодого ученого обратил внимание Николай Вавилов, великий ботаник и в то время президент Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных Наук. Вавилов тогда как раз занимался скрещиванием азимых и яровых, и технология яровизации оказалась ему как нельзя кстати. Яровизацию стали не просто изучать, а сразу рекомендовать внедрять в колхозы. Лысенко наградили орденом Ленина и избрали членом Всесоюзной Сельскохозяйственной Академии. Тогда же Лысенко познакомился с Исааком Презентом, научным консультантом президента Академии по философским вопросам. Ну, была такая должность. Тот предложил Лысенко свою помощь в разработке философских основ метода яровизации. И если до этого исследований Лысенко еще как-то претендовали на научность, то тут началось. Сегодня разработчикам новых технологий не нужно придумывать никаких философских основ для их деятельности. Подходит одна, давным-давно сформулированная цель мировой науки — сделать жизнь людей лучше. На главной странице айфона помещается всего 28 иконок приложений. Лично у меня как минимум четверть из них занимают приложения Яндекса. Уже сложно представить жизнь без Яндекс.Такси, карт, плавки, музыки или кинопоиска. Любопытно, как все устроено изнутри. Яндекс все покажет. Каждый год компания рассказывает про самое интересное обновление сервисов и неформально знакомит со своей командой. Это и есть ЯК — Yet Another Conference. Я — тот человек, который с удовольствием не первый год смотрит эту программу. И у нее, как и у редакции «Наука», в этом году новый формат — мини-сериал из девяти серий. Как методолог и человек, у которого душа болит за образование, не могу не посоветовать серию на эту тему. У Яндекса прогрессивный подход к обучению. Во-первых, программа ориентирована на практику. Это значит, что учит тому, что сейчас действительно нужно. Во-вторых, за 3-5 лет, что уходит из составления обычного учебника, мир может сильно поменяться, а информация устареть. Яндекс же быстро внедряет изменения и обновляет программы обучения, чтобы ученики всегда были в контексте. Вторая моя рекомендация отправляется серии про помощь рядом. Это социальный стартап внутри Яндекса, и придумали его инженеры. Возможно, вы уже слышали про функцию округления. Это как раз про нее. Например, каждый раз, когда я езжу на такси, то стоимость моей поездки округляется. И вот эти несколько рублей до целого числа идут фондам и их подопечным. По сути своей, это позволило перепридумать подход к благотворительности. Округление делает помощь простой и удобной, а главное — регулярной. В результате благотворительность становится частью наших повседневных дел. Только через округление удалось собрать уже 208 миллионов рублей. Какие-то фантастические цифры. Сериал Як-2022 уже доступен на YouTube-канале Яндекса и на Кинопоиске. Обязательно посмотрите, чтобы вдохновиться и узнать новое. Если два семени, обычные и яровизированные, посадить в землю, то яровизированное будет развиваться быстрее и успеет созреть до суховеев. Вместе с презентом Лысенко начал сдавать журнал «Яровизация», на страницах которого стала постепенно оформляться какая-то новая наука. Журнал довольно скоро переименовали в ее честь «Агробиология». Основные положения агробиологии расходились с положениями генетики. Агробиологи отрицали закон о наследственности Менделя, отца основателя генетики. Тот открыл, что у генов есть доминантные и рецессивные части. Скажем, если у вас и вашего партнера карий глаза, а это доминантный ген, все же есть вероятность, что у вашего ребенка могут быть глаза голубого цвета. Конечно, если у кого-то из бабушек есть этот рецессивный ген. Лысенко так бесила вся эта неконтролируемая вероятность, что под лозунгом «наука – враг случайностей» он вообще отменил гены и хромосомы, которые никто не видел, и заявил, что организм определяет только среда. Ну, например, родились вы невысокого роста, а тянетесь к звездам и будете метр девяносто. Плевать, что у вас в роду никогда таких людей не было. Не признавали агробиологи и концепцию Вейсмана. Тот доказал, что даже если отрубать хвосты крысам в течение нескольких поколений, все равно не родятся без хвоста и крысята. Скажем, можно не просто превратить озимую рожь в яровую, но и вообще превратить ее в овес, а птичку-пеночку – в кукушку. Это еще ладно, в какой-то момент агробиологи действительно стали допускать, что из растительных клеток можно получать животные, ну, то есть птичек-пеночек из клеток овса. А потом этот набор приобретенных признаков еще и передавать потомству. Так сказать, перевоспитывать организмы при чутком руководстве агробиологов. Если вы еще не заметили, то в агробиологии природа устроена точно так же, как социализм. В ней нет дарвиновской внутривидовой борьбы, но есть межвидовая. На языке большевиков – межклассовая борьба. Не, Галина, ну ты такая интересная. Разве я могу тебя угнетать? Как заяц может угнетать другого зайца? Они же близки по потребностям. Вот животные других классов, пардон, видов, они настоящие угнетатели. Волк, бактерия там какая. Потому что живут не по зайчим потребностям. Буржуазно. Ты же не хочешь сказать, что я волк? Что я бактерия? Ну, вы поняли. Зайцы помогают другим зайцам, потому что у них потребности одинаковые. А воюют с волками и бактериями, с которыми у них меньше общего. Так-то. Кстати, биологи того времени тоже были в шоке от того, какие примеры использует Лысенко. Но он продолжал сочинять свою сказку. Семена до момента их высевания в землю замачиваются в буртах. И некоторое время выдерживается при определенной температуре. В это время внутри семян происходят сложные биохимические процессы. Предположим, что агробиология – это правда. Были ли у Лысенко какие-то доказательства? Нет. Но вместо этого он ссылался на массовые эксперименты, апеллировал к всеобщему знанию, идеологии и для пущей убедительности прибегал к неймдроппингу. Он ссылался на Ламарко, автора теории передачи приобретенных признаков, кстати, уже опровергнутой к тому времени. А еще на Мичурина, когда-то отстаивавшего тезис о важности окружающей среды для формирования организма. Кстати, Мичурин со временем изменил свои взгляды, но Лысенко это особенно не интересовало. Свою агробиологию Лысенко назвал «мичуринской», а противников агробиологии – висманистами, марганистами, минделистами. Именно эти основополагающие для генетики теории, как, вы помните, отвергли лысенковцы. Вот и получилось трехэтажное ругательство того времени. Генетику лысенковцы стали называть механистической, формалистской, реакционной, буржуазной, а потом и вовсе фашистской наукой. Так вообще в советское время называли все, что не укладывалось в идеологический курс. Конечно, эти эпитеты не добавляли агробиологии ни теоретической, ни экспериментальной базы, но они делали другую очень важную штуку. Они трогали за живое советского человека. По мере развития основ агробиологии статус лысенко возрастал все выше, и в конце концов он уже начал критиковать всех тех, кто когда-то способствовал его возвышению. В 1936 году лысенко начал выступать с критикой генетиков, в 1937 с критикой Вавилова. На фоне кризисов и голода лысенко предлагает чудодейственные способы увеличения урожаев. С поддержкой правительства он начинает обучать тысячи советских людей еровизацией и внутрисортовому скрещиванию растений. Если коротко, то для еровизации вам понадобится большая холодная комната и лопата. Для внутрисортового скрещивания пинцеты, много рук и еще больше свободного времени. Кстати, в то время начинается эпидемия заражения зерен пшеницы с парыньей, а она прекрасно размножается в холоде и влаге. Лысенко нужно было как-то объяснять, что при соблюдении его методов вырастает огромное количество сорняков. И тут как раз пригодилась его теория превращения видов. Ну, знаете, пшеница сама эволюционировала в сорняки, а против природы не попрешь. Результат его массовых экспериментов еще больше проблемы с урожаями, но теперь в них обвиняют шпионов, весьманистов-морганистов, эволюцию видов да кого угодно, кроме тех, кто спускает инструкции. Слово предоставлено делегату Второй всесоюзной конференции сотрудников мира академику Токчаева. Все более... Тогда уже Вавилов начинает выражать опасения по поводу эффективности еровизации и внутрисортового скрещивания. Он предлагает программу фундаментальных исследований, в то время как Лысенко уже внедряет агробиологию в практику советских людей. Между теорией и практикой государство предсказуемо выбирает практику. В 1938-м Лысенко сменяет Вавилова на посту президента сельскохозяйственной академии, а в 1940-м уже возглавляет институт генетики. В том же году Вавилова арестуют. В постановлении на арест будет сказано, продвигая заведомо враждебные теории, Вавилов ведет борьбу против теорий и работ Лысенко, имеющих решающее значение для сельского хозяйства СССР. Вавилова приговорят к высшей мере наказания, но после одного из судов поменяют приговор на 20-летнюю ссылку. В этой ссылке величайший генетик довольно скоро скончается. Как так вообще случилось, что наука, не имеющая доказательной базы и вообще ставящая под сомнение необходимость что-то доказывать строгими экспериментами и статистически, оказалась поддержана государством? Тут сыграло роль сразу несколько факторов. Во-первых, Лысенко отвечал, в отличие от многих ученых, на очень важный запрос поднять сельское хозяйство. Во-вторых, он был талантливым оратором. Наконец, его научная теория отлично рифмовалась с идеологией того времени. Если все живое поддается целенаправленному изменению, то и человек, соответственно, тоже. Так мечта большевиков о воспитании нового человека получила дополнительное биологическое подкрепление. В нашем Советском Союзе, товарищи, говорил Лысенко, люди не родятся, родятся организмы, а люди у нас делаются. Трактористы, мотористы, механики, академики, ученые и так далее. Вот один из таких сделанных людей, а не рожденных, я. Я не родился человеком. Ну, вот оно как. Враг прорвался к Сталинграду. Фашисты жестоко бомбили город. В годы Великой Отечественной войны Лысенко ненадолго прекращает нападки на генетику и занимается разработкой новых агроприемов для посадки зерновых культур и картофеля. Это критически важное направление следований в военное время. Лысенко внедряет в хозяйство методы посадки картофеля и других культур верхушками клубней и гнездовым методом, то есть закладывая несколько семян в одну лунку. А еще он предлагает сеять о зимой пастерне, то есть по остаткам стеблей с прошлых урожаев. Все это сами по себе неплохие методы, но когда от этих экспериментов буквально зависят миллионы жизней, а времени на критическую оценку не хватает, получается, мягко говоря, далеко от идеала. Эти методы, как и другие внедренные Лысенко, опирались на большое количество ручного труда и не учитывали природные особенности конкретных территорий огромной страны. Однако это мало кого волновало в критической ситуации, и за свои предложения Лысенко получал очередные крупные награды от правительства. До сих пор эти награды служат для кого-то доказательством состоятельности его теорий. Война заканчивается. Одновременно с этим генетики не только продолжают исследования, но даже получают поддержку мирового научного сообщества в борьбе с лысенковцами. В Москву поступает все больше свидетельств с кафедр и с полей о том, что биологические инновации Лысенко вообще-то не работают. Накапливается огромное количество жалоб, и в 1948 году Юрий Жданов читает доклад «Спорные вопросы современного дарвинизма». Там он критикует взгляды Лысенко, которого даже не допустили до этого заседания. Тот слушал доклад Жданова у репродуктора, а когда доклад кончился, направил жалобы отцу Юрия, Андрею Жданову и Сталину. Сталин раскритиковал обоих Ждановых и взял Лысенко под защиту, а еще распорядился провести целую сессию в сельскохозяйственной академии и лично просмотрел, и отредактировал для нее доклад Лысенко. Зачем это было Сталину? Ну, в основном, чтобы показать, что Центральный комитет партии является авторитетом в любых вопросах, в том числе и научных. А еще, чтобы продемонстрировать независимость от новых противников в холодной войне. В контексте напряженной обстановки тот факт, что генетиков поддерживает мировая общественность, оказался очень некстати. Агробиология же приобрела статус нашего ответа Западу. Так сказать, импортозаместила ненужную западную науку. Такое этим демократам на Западе и не снилось. Не хотите? Запатентовано. Галина, ну, разве может плохой человек получать награды от правительства? На сессии сельскохозяйственной академии Лысенко объявил генетику реликтом прошлого, а Сталин его публично поддержал. Знаменитая августовская сессия 1948 года вошла в историю как разгром генетики. На следующий день после ее окончания начались настоящие гонения. В газете «Правда» было опубликовано покаянное письмо, подписанное Юрием Ждановым. От всех ученых, занимавшихся генетикой, стали требовать того же, как минимум в формате речей, если они хотели сохранить прежние места. Многих генетиков уволили с работы. Другие были вынуждены публично признать генетику лженаукой и переквалифицироваться в агробиологе. Лысенко стал суперзвездой с миллионными тиражами. Отчасти это потому, что его исследования опубликовались не в научных журналах или сборниках, а в партийной периодике в газете «Правда» и в журнале «Работницы». Среди пишущих в то время авторов появился целый пул фанатов Лысенко, которые защищали его в статьях от западных журналистов, писали о нем книги для детей и для взрослых. В общем, это была настоящая суперзвезда с огромным количеством фанфиков и армией преданных читателей. Как так случилось, что однажды Лысенко все-таки перестал быть знаменитостью? В зал пришла студенческая молодежь, преданные ученики Трофима Денисовича. Формально генетики в СССР не существовало, но немногие из ученых все же втайне продолжали исследование в Курчатовском институте. После смерти Сталина эти и другие ученые начинают активные дискуссии о деятельности Лысенко и уже в 1955-м направляют доклад в Центральный комитет с критикой агробиологии и всей деятельности лжеученого. Этот доклад подписали 297 ученых, не только биологи, но и физики, математики, химики, геологи. Это письмо вошло в историю как письмо 300 и стало запоздалым ответом на доклад Лысенко на сессии 1948 года. В нем впервые было заявлено о том, что Мичурин не имеет никакого отношения к мичуринской агробиологии, деятельность Лысенко наносит учерб хозяйствам, а генетика не является западной ересью и ее можно использовать во благо СССР. Новый секретарь партии Хрущев назвал это письмо возмутительным, но не считаться с таким количеством ученых он просто не мог. Лысенко сняли с должности председателя сельскохозяйственной академии. Свою жизнь он закончит в почетной ссылке в должности заведующего лабораторией экспериментальной научно-исследовательской базы академии наук под названием «Горки Ленинские» в компании с презентом в должности старшего научного сотрудника. Оттуда Лысенко продолжал внедрять новые методы. Например, он предложил повышать жирность коровьего молока через скармливание им какао-бобов. Крофим Дионисович, все-таки молочку это прекрасное. Надо будет и нам, конечно, занять все с таким. По указанию Лысенко на кондитерской фабрике имени Бабаева закупили две тонны отходов какао. Помогло ли это коровам? Как говорится, выводы на этом канале вы делайте сами. Вот. Спасибо за передачу. Могут же, когда хотят. Заставляет задуматься, вдохновляет на какие-никакие эксперименты. Рассказали о таком великом и, главное, несправедливо забытом человеке. Я бы в честь него не то что улицу, я бы сына так назвал. Да не Трофим. Лысенко. Пик голодных смертей пришелся в СССР на 32-33 годы. Но и спустя 4 года, когда площадь земель, где выращивали культуру по методам Лысенко, увеличилась в 163 раза, урожаи были ниже, чем когда бы то ни было. Вплоть до конца 1940-х урожаи в СССР были рекордно низкими во всей Европе. А люди массово умирали от голода. Кстати, в конце 50-х годов методы Лысенко перенял коммунистический Китай. От голода в этой стране умерло как минимум 30 миллионов человек. А еще по образцу августовской сессии сельскохозяйственной академии стали проводить разгромы лингвистики, физиологии и других наук, о которых мы обязательно расскажем вам в другой раз. Трагедия, произошедшая с генетикой в СССР, это не столько выдумывание Лысенко лженауки, сколько признание ее наукой со стороны государства. А еще превращение научной борьбы в политическую. Лысенко не был единственным злым гением, руками которого была разрушена генетика. Он был сложным, противоречивым человеком своей эпохи, который был в плену тренда на идеологизацию научного знания. Попав в этот тренд, он оказался в заложниках собственных гипотез и чужой власти. Любая лженаука потенциально опасна для человечества, но когда лженауку определяют наукой в политических целях, это выходит за пределы башен и слоновой кости и начинает касаться каждого из нас. Подписывайтесь, оставляйте лайки и комментарии. Меня зовут Ксюша Приходько, это была редакция «Наука». Давайте будем детьми и вместе. До новых встреч!